здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачко и если вы знаете про волшебные свойства семян льна у вас есть хронический панкреатит в этом видео вы узнаете про разные способы как приготовить семена льна и какое значение они могут иметь для вашего здоровья и даже для вашей жизни не каждый способ безусловно полезен хотя некоторые эксперты об этом утверждают диетолог скачку знает определенные особенности каждого способа приготовления и вы будете знать их прямо сейчас и так один из самых распространенных способов приготовить семена льна используют выпечки что вы можете получить в этом случае если у вас есть хронический панкреатит если вы просто кушаете выпечку и не разжевываете каждое льняное семя находящиеся в выпечке по закону подлости одно не разжеванное семя может пройдя в двенадцатиперстную кишку перекрыть выход секрета поджелудочной железы в просвет кишечника работающие поджелудочная железа ведь выпечку то вы кушаете вкусную секреция будет усилена и внезапно ее торможение повышение давления в поджелудочной железе у вас появилась боль у вас может произойти переход хронического панкреатита из состояния ремиссии состояние обострения если у вас был панкреатит состояние неустойчивого обострения обострение может усилиться до острого панкреатита с не самыми простыми последствиями только 15 процентов после обострения острого панкреатита после острого панкреатита перенесенного остаются сахарным диабетом 2 типа то очень быстро переходит сахарный диабет 1 типа но 85 процентов к сожалению уходит патологоанатому поэтому так рисковать я бы вам не советовал если вы знаете что у вас есть хронический панкреатит выпечку с семенами льна я бы исключил из вашего рациона кушайте другие кондитерские изделия и хлебобулочные без семян льна кстати без других семян тоже даже если вы начнете разжевывать и разжиете все семена льна которые были выпечки напомню что при жевании рефлекторно усиливается секреции не только слюны и желудочного сока но и сока поджелудочной железы иными словами обострение хронического панкреатита может состояться и в этом случае если вы ощущали когда-то дискомфорт от различных кондитерских или кулинарных изделий которых находятся семена льна то я бы советовал вам пройти более углубленную диагностику скорее всего у вас хронический панкреатит есть вы просто об этом не знаете как и не знает часть людей но предупрежден вооружен чтобы любое праздничное застолье не оказаться внезапно хирургическом отделении с острым панкреатитом я вам советовал все-таки знать более точно какой уровень здоровья вы имеете если вы понимаете насколько эта информация вам цена уже можете поставить лайк на это видео или написать в комментариях спасибо предупрежден вооружен далее еще один способ использования семян льна часто их используют с кефиром иными словами цельные семена льна помещают в кефир некоторое время они там находятся найдя воду происходит небольшое напухание вам кажется что семя льна в принципе уже практически готова аналогии с крупой гречевой рисовой она увеличиваясь в объеме вы понимаете что куба готова и вы кушаете таким образом семена льна часто используют не просто для здоровья а должен получить еще больше здоровья иными словами улучшить обмен веществ и снизить вес такой способ используем семян льна еще более опасен чем предыдущий концентрация выше очень сложно в жидком кефире найти и измельчить зубами все семена льна вновь жевание и вновь риск проскочила хоть одно непережеванное зернышко вы пищеварительность ему вновь риск ведь когда вы используете любой продукт питания нужно исполнить одно правило который дали нам восточные мудрецы а именно твердую пищу нужно пить иными словами вы должны каждое семя льна измельчить до гомогенного однообразного состояния напоминающего вам воду иной консистенции пищевую кашицу находящуюся в полусе рта вы прозлатывать не имеете право механическое воздействие на слизистую 12 перстной кишки может обострить хронический панкреатит до любого состояния даже если вы измельченные семена льна разве что до молекулярного состояния добавите в кефир вот в этом случае кефир семена льна действительно может попасть пищеварительность тем здесь возникает еще одна особенность у вас должна великолепно работать пищеварительная система и несмотря на то что в семенах льна присутствует цианогенный гликозит лини-марин ваши ферменты должны полностью переварить этот продукт питания иначе вздутие живота урчание и у вас резко повышается кардиологический риск просто поднявшиеся увеличенное давление в брюшной полости ограничивает подвижность диафрагмы вам сложнее сделать вдох если вы понимаете что такие ситуации у вас были вне зависимости вы употребляли кефир семена льна либо другую пищу если у вас есть вздутие живота это опасная для жизни ситуация тяжело сделать док не потому что мешает вздутие живота мешает другому только эта эмоция больше воздуха меньше вы не задохнетесь в легких на полном выдохе находится полтора-два литра воздуха опаснее другая ситуация невозможно сжать брюшную полость и перевести из брюшной полости в грудную дополнительную порцию крови вот здесь ваше сердце испытывает кислородное голодание и даже легкое вздутие живота проверяет коронарные сосуды сердца если у вас связи с дутьем живота появилась боль в области сердца или подышка усилилась или повысилось артериальное давление вас есть повод проверить свой уровень здоровья у врача кардиолога предупрежден вооружен два раза можете это написать в комментариях под этим видео просто вздутие живота это вроде как гастроэнтерологическая проблема на самом деле умирают не от вздутия живота а от инфарктов инсультов острой сердечной недостаточности обострения хронической сердечной недостаточности которому приводит вздутие живота если вы не решите проблему вашей пищеварительной системы иными словами не будете вводить свою пищеварительную систему только те продукты которые не легко перевариваются без вздутия живота вы рискуете кардиологический риск у вас резко повышен поэтому и таким способом принимать семена льна можно только с известной оговоркой людям у которых великолепном состоянии находится первую очередь пищеварительная система во вторых сердечно-сосудистой как еще используют семена льна очень часто их заваривают измельченные семена льна заваривают в виде каши и здесь тоже возникает своя сложность дело в том что все семена льна так или иначе содержит синильную кислоту разве что вы нашли производителя шрота семян льна либо перед тем как употреблять кашу из семян льна научились удалять цианогенный гликозид линемарин в составе которого глюкоза ацетон и синильная кислота очень непростые соединения два последних которые могут оказывать общее давитое действие на ваш организм а синильная кислота это ферментный яд который блокирует дыхательные цепи блокирует окисление кислородом той пищи которую употреблять если вы приготовили кашу из семян льна то риск для вашей пищеварительности резко увеличивается значительно больше чем когда вы используете кефир семена льна понятно в каше вас чистые семена льна в большом количестве ведь вам нужно перекусить здесь возникает определенный риск поэтому и таким способом я бы советовал использовать если вы хотите использовать семена льна то удаляйте цианогенный гликозид линемарин а дальше готовьте льняную кашу для своего здоровья это реально полезный продукт которым содержатся и белки и углеводы и самое главное жидное масло в котором находится много ненасыщенных жирных кислот а также растворены витамины а и е которые обязательно необходимы каждому человеку в режиме реального времени всю жизнь ведь витамин а это зрение это профилактика кардиологических заболеваний это ваша иммунная система витамин е это бай система это тоже один из факторов долгожительства чем дольше работает ваша половая система иными словами чем дольше вы способны к размножению тем моложе ваш биологический возраст а значит продолжительнее ваша жизнь ну а качество жизни понятно по умолчанию становится лучше поэтому с этой точки зрения семена льна гиперполезны если вы знаете как их очистить от цианогенного гликозид линемарина как еще можно использовать семена льна часто используют настой цельных семян льна на воде что вы при этом получаете действительно вы таком настое получается слизь и достаточно много и цианогенный гликозид линемарин если вы готовите настой семян льна с нагреванием если вы готовите семена льна правильно и получаете настой семя льна на воде без нагревания то вы тоже получаете слизь но без довеска в виде цианогенного гликозид поэтому конечно же выглядит лучше шикарней презентабельнее слизь семя льна полученная при нагревании ну как примеру крахмал который вы развили в холодной воде и не не презентабельная жидкость а когда вы заварили крахмал у вас такая густая получилась консистенция у этого настоя заваренного крахмала то же самое происходит семенами льна то же количество слизи вы холодном настое и после термической обработки этот выглядит более густым а это самый безопасный и выглядит примерно вот так при контакте с семенами льна вода находит там слизь слизь впитывая воду способна к набуханию и оказывается в растворе и вот таким способом приготовленные семена льна лучший вариант при хроническом панкреатите как использовать слизь семян льна при хроническом панкреатите здесь нужно пройти между двумя событиями а именно степень недостаточности поджелудочной железы и и ферментативной способности проявляется одним если у вас каловые массы выделяются один раз день максимум два раза в день и принципиальные условия оформленной консистенции колбасовидной формы то скорее всего функция поджелудочной железы у вас компенсирована пищеварение происходит хорошо однако можете уточнить очень простой анализ к программам он многим открывает глаза на реальную возможность вашей пищеварительной системы в целом поджелудочной железы в частности если же у вас поджелудочная железа работает слабо то каловые массы выделяется так называемый коровий кал то есть не оформленной консистенции просто выпала какая-то масса из вашей пищеварительной системы вместе с большим количеством полезных питательных веществ которые просто не успели усвоить и вот здесь вопрос к вашей поджелудочной железе если у вас функция поджелудочной железы скомпенсирована вы можете использовать слизь семян на минут за 20 30 40 до еды и количество определяет одно до тех пор пока кал сформирован и вы соответственно получили максимум того что там было если же пересталька кишечника с помощью слизи было ускорено слишком то переварить усвоить все вы можете не успеть каловая масса размещается вот количество слизи семян льна которую вы можете использовать для своего здоровья и активного долголетия находится между двумя событиями кал оформлен и не доводим до не оформлены кашицеобразное состояние это ваше личное индивидуальное количество семян льна которую вы можете из которых вы можете получить холодный способ настой и использовать для себя ведь слизь семян льна находясь в кишечнике это мягкий сорбент который способен всасывать и те токсические вещества которые попали с продуктами питания с напитками вы не удержались вы съели не самую здоровую пищу выпили не самый лучший напиток принципе не беда слизь семян льна на себя адсорбирует и вылетит из вашего организма и кишечника или может слизь связывать те токсические вещества которые появились в кишечнике под действием патогенной микрофлоры опять-таки ну съели вы ту пищу которую не можете переваривать вздутие живота урчание вот вздутие это активность микрофлоры в кишечнике ну а урчание понятно это благодарность этой микрофлоры вам что наконец-то вы вспомнили про ее существование накормили ее своей едой правда получили в ответ вместе с этой благодарностью токсичные продукты жизнедеятельности и не получили те полезные вещества которые были прописаны исходно в продуктах питания которые вы употребляли иными словами витамины макро микроэлементы белки жиры углеводы это все уже не вам микрофлоры кишечника конечно так относиться к братьям нашим меньшим можно но долго не советую потому что отмотайте к началу видео если вы пропустили этот момент очень высокий кардиологический риск и я подробно там расписал почему и какие проблемы могут возникнуть и где нужно искать слабые места чтобы не попасть на обострение достаточно серьезных кардиологических заболеваний в этом случае все нормально также очень важно использовать правильно слизь семян льна возможно тут коррекция в зависимости от того в каком состоянии находится начальное дело пищеварительной системы а именно пищевод желудок двенадцатиперстная кишка такое видео на моем канале есть как использовать как приготовить и применять слизь семян льна в этих случаях повторяться не буду найдете просмотрите там все подробно описано какие нужно использовать особенности излечения слизи и семян льна и какой секретный ингредиент диетолога скачков обязательно вам нужен для того чтобы вылечить эти заболевания но на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать привычные подписчикам моих канал словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения если вы не успели отметиться в комментариях не беда можете поставить видео на паузу напишите то что вы считаете нужным под этим видео если вы не успели поставить лайк ну есть время для этого это делается в один клик как говорится если вы не подписчик моего канала советую подписаться сотни полезных видео которых я рассказываю так или иначе о тех особенностях которые важно знать и правильно учитывать чтобы вы жили лучше и дольше до новых встреч на моих видео каналах доктор скачкой школа доктор скачкой это youtube а также школа доктора скачков instagram